Здравствуйте, меня зовут Алина и я менеджер по развитию тайской корпорации Best from Thai Coil DD. В этом видео я расскажу вам то, что сейчас происходит в России с рынком тайской косметики и то, что предположительно ожидает этот рынок в ближайшем будущем. В этом видео я не буду называть ни имён, ни названия торговых марок, чтобы меня никто не мог привлечь за дефамацию. Но, тем не менее, я обрисую вам ситуацию, такую, какая она есть на данный момент. В последнее время мы начали заниматься оптом, мы работаем с несколькими крупными компаниями и сейчас тогда такая тенденция, что несколько российских компаний, не буду называть имён, зарегистрировали торговый знак тайских компаний. Опять-таки, торговых марок я не буду называть, чтобы никто не смог меня привлечь к ответственности. Но ситуация следующая. Одна русская компания, которая занималась оптом тайской косметики на русском рынке, делала небольшие обороты, обратилась к тайской компании. Давайте мы будем вашим официальным дистрибьютором дать нам эксклюзивный дистрибьюторский контракт. Эта компания сказала, нет, мы не дадим вам этот эксклюзивный контракт, потому что вы делаете маленькие обороты. Чтобы стать эксклюзивным дистрибьютором нашей компании, вы должны в месяц делать оборот минимум на 10 тысяч долларов. Но компания подумала, обошла опять к тайской компании с предложением. А давайте, хорошо, не надо нам эксклюзивный договор дистрибьюторский, а давайте вы нам даете разрешение на регистрацию вашего товарного знака на территории Российской Федерации. Эта русская компания заключила договор с тайской компанией о том, что эта русская компания будет представлять интересы этой компании на территории России и защищать их торговый знак. Тайская компания согласилась, что неплохо, чтобы защищать эти подделки, почему бы нет, почему я взяла этот договор, там и так и написано, что тайская компания передает во владение товарный знак, что этот товарный знак передается в вечное пользование русской компании. Что сделала русская компания после того, как зарегистрировала этот товарный знак? Она добавила эту торговую марку в стоп-листы на таможне. Через те пункты, до которых она добралась. Они нашли основных закупчиков этой продукции и написали им письма о том, что так и так, теперь торговый знак принадлежит нам. И вы не имеете больше права торговать этой продукцией. Или заключаете с нами договор на покупку этой продукции у нас, или же уничтожаете всю косметику с этой торговой маркой на своем складе, и мы подаем на вас в суд. По решению суда вам может быть присужен штраф в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Вот. И сейчас мы общаемся с тайской компанией, и тайская компания нам говорит, что ой-ой-ой, ой-ой-ой, что же делать? Мы не знали русских законов, нас обманули. И сейчас эта компания, она вообще перестала у них покупать эту продукцию. Почему? А потому что эта продукция теперь выпускается в России, потому что теперь владелец этого торгового знака, он имеет право распоряжаться им так, как он хочет. А хочет он производить эту продукцию в России, потому что это гораздо выгоднее, чем платить производителю в Таиланде, платить за растаможку, за доставку и прочие расходы. Сначала эта продукция, она появилась в русских магазинах сетевых, и было написано, что она изготовлена в России. Но так как люди перестали тут же покупать эту продукцию, потому что наши люди умеют читать, умеют читать составы, умеют читать где-то произведено, эту продукцию перестали покупать. И после этого, как я подозреваю, они забрали эту продукцию. То есть я не могу точно сказать, так это было или нет, но сейчас в сетевых магазинах лежит та же продукция, на которой написано, что она изготовлена в Таиланде. Но по качеству это уже совсем другой товар. И сейчас другие компании зарегистрировали тоже тайские товарные знаки. И пока еще, пока еще в России в магазинах вы можете купить эту продукцию настоящего тайского качества. Но нет никакой гарантии, что в ближайшее время на прилавках магазинов в России не появится этот же товар, произведенный в России. С нарушением технологии, а с абсолютно другим составом, потому что производитель в Таиланде не давал им разрешения на эти действия. Тайских производителей просто обманули. И сейчас они думают, что делать, хотя сейчас они ищут хороших адвокатов, чтобы судиться, но сейчас это будет сделать гораздо сложнее. Я не имею права разглашать эту информацию и говорить название компании, кто так себя ведет, и название торговых марок, которые попали в эту историю. Но могу сказать только товарные группы, в которых есть такая ситуация. Это тайские шампуни, это тайская зубная паста, и это тайские бальзамы разных брендов. На самом деле у меня даже была такая мысль уйти полностью в опт и закрыть свой интернет-магазин, который находится в Таиланде, потому что, ну, зачем? И на самом деле до этой ситуации, пока я не оказалась между двух огней, то есть между компаниями, которые поставляют тайскую косметику, и производителям, потому что все переговоры были через нас, через моего тайского менеджера, так как задержали крупную партию, не хотели выпускать таможню, и в итоге мы не смогли ее отбить, и партия была уничтожена. То есть люди потеряли крупные суммы. И сейчас те, кто смог ввести эту продукцию на территории Российской Федерации, кто смог продать мелко-автового магазина, сейчас им тоже придают письма счастья с темой «Здравствуйте, уважаемые!» Мы являемся владецией торгового знака тайской компании. И вы сейчас незаконно продаете товары с нашим товарным знаком. Поэтому рекомендуем вам в течение трех дней снять с продажи незаконные товары или заключить с нами договор. По российскому законодательству их действия правомерны. Они имеют право так делать. А то, что по факту они просто кинули тайского производителя, который зарекомендовал себя на российском рынке, который внес деньги в маркетинг и во все остальное. Это уже никого не волнует. И в связи с текущей ситуацией остается актуальность существования тайских интернет-магазинов в Таиланде. Потому что только в тайских интернет-магазинах, которые напрямую вам доставляют товары из Таиланда, есть гарантия, что это будет 100% качественный и натуральный товар. Есть еще несколько компаний, с которыми мы сейчас как раз таки работаем. Мы являемся их поставщиком, которые работают легально. А легально, я вам скажу, работать достаточно сложно, потому что надо платить немало налогов, очень много идет расходов, надо оформлять декларации соответствия и куча-куча других моментов. Мало кто хочет с этим уморачиваться. Но такие компании есть. И как раз таки сейчас мы им предоставляем агентские услуги, связывая их с заводами, которые им интересны, и договариваясь о специальных условиях. Но сейчас этот список, он сокращается. И абсолютно неизвестно, что будет в ближайшее время. Еще одна ситуация, по которой я не буду закрывать свой интернет-магазин, это потому, что сейчас нереально ввести официально тайские БАДы, тайские травы, капсулы и прочие вещи медицинского назначения. Мы работаем с этой продукцией уже 10 лет, и мы уже знаем ее эффективность. У нас очень много есть результатов. Я постоянно отслеживаю исследования ученых, которые подтверждают безопасных данных препаратов. Но, тем не менее, сейчас в России все сильнее и сильнее ужесточаются законы. И сейчас, чтобы в России оформить разрешительные документы на легальный ввоз данных товаров, надо заплатить очень много денег, надо иметь связи. Если у вас есть деньги, но нет связи, вы не сможете оформить разрешительные документы на легальный ввоз данной продукции. А так как многие наши уже опробовали на себе эффективность этой продукции, то, конечно, она остается востребованной. Еще одна причина, почему я приняла решение не закрывать свой интернет-магазин. Да, сейчас есть сложности с доставкой, сейчас на границе есть задержки на российской таможне, но эта ситуация не вечная, и рано или поздно она закончится, и все придет в норму. Но та ситуация, которая сейчас складывается на российском рынке, я не думаю, что она будет развиваться в лучшую сторону, потому что да, сейчас некоторые тайские компании, они ищут юристов, адвокатов, выходы, чтобы обсудить свой товарный знак, но это займет не один год, и на это придется потратить очень много денег, и не факт, что у них получится что-то сделать. Поэтому, если вы новичок в этой нише, и вы только хотите начать заниматься продажей тайской косметики в России, то есть складом в России, проверьте все 10 раз перед тем, как начинать работать с той или иной компанией, с тем или иным брендом. Стоит проверить, зарегистрирована ли торговая марка в России, и кем она зарегистрирована, какой-то русской компании, или же тайской компании, потому что если некоторые тайские компании, они уже сталкивались с этим, когда они выходили на рынки Африки и Китая, там это распространенная практика, когда новая компания выходит, тут же какой-то уж китайцы или африканец регистрируют на свое имя торговый знак, а потом начинаешь шантажировать компанию, экспортеры, которые официально ввозят этот товар в эту страну. В России сейчас происходит то же самое, и хотя я сама регистрировала свой товарный знак, в России, который принадлежит мне, в Таиланде, скажу сразу, это было очень нелегко. То есть если у тебя нету связей, легально, официально, очень тяжело зарегистрировать даже свой товарный знак. Но если у тебя есть определенные выходы на определенных лиц, и есть много денег, то вы можете зарегистрировать практически любой товарный знак. Неважно, есть он уже в интернете, нету его, принадлежит он кому-то, не принадлежит. Если он еще не зарегистрирован в России, некоторые категории лиц могут его зарегистрировать. А потом уже компании, которые реально принадлежат товарный знак, приходится тратить деньги, время, нервы на то, чтобы вернуть себе то, что принадлежит им по праву. И некоторые тайские компании, они перед тем, как выйти на российский рынок, они зарегистрировали товарный знак. И эта информация, она отображена. Есть сайты, на которых можно найти товарные марки, товарные знаки. И поэтому, прежде чем заказывать какую-то товарную марку, вы сначала лучше проверьте, кем зарегистрировали товарный знак в России, если он зарегистрирован. Если не зарегистрирован, значит, пока, пока. Дорога свободна. Что будет дальше, никто не может сказать. Также я рекомендую вам, если вы планируете открыть магазин со складом в России тайской косметики, проверить репутацию компании, которая является вашим поставщиком. Потому что есть одна компания, опять-таки, я не буду называть имен, извините, которая уже кинула очень большое количество людей. Причем они постоянно делают новые сайты, новые компании. Одно имя уже весь засветилось в отзывах, что уже во всем интернете пишут, что они мошенники, что они кинули много людей на деньги. Они регистрируют новую компанию, они делают новый сайт, но принимают на те же расчетные счета, на те же имена, они принимают деньги в Таиланде. Один из критериев надежности компании-поставщика, это время, которое эта компания существует, то есть это не компания, которая появилась только в этом году, а компания, которой уже много лет. И также наличие отзывов об этой компании. Лучше работать с теми, кто уже давно на рынке и давно себя зарекомендовал, чем нарываться на новичков, которым вы отправите деньги никуда, и в итоге ничего не получите, ничего доказать не сможете. Потому что, к сожалению, в нашей стране принято бизнес вести на доверие. И я знаю много случаев, когда люди через вип-ченгер приводят деньги на личный счет человека в Таиланде, крупные суммы, а потом говорят, ай-яй-яй, ой-ой-ой, он нас скинул, он взял деньги и ничего не отправил. А что же теперь делать? А что вы сделаете? Вы не можете, если вы перевели деньги через вип-ченгер, вы даже не сможете подтвердить то, что вы конкретно этому лицу перевели деньги. Вы ничего не сможете доказать. Поэтому работайте с проверенными, надежными компаниями, все будет хорошо. К сожалению, я не все вещи могу говорить в открытом доступе, поэтому, если у вас остались какие-либо вопросы, я внизу под видео в комментарии оставлю электронную почту, на которую вы можете написать и задать мне интересующие вас вопросы по этой теме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!